Всем привет, меня зовут Зимин, это Игорь, я художник историй, иллюстратор и дизайнер персонажей. Кстати, вот я постоянно говорю художник историй, а вы наверное не знаете что это значит и сегодня я как бы расскажу об этом на примере иллюстрации, которую рисовал на конкурсе иллюстрации Морс. Давайте начнем с примеров, я покажу как я начинаю работать над иллюстрациями, особенно над теми которые обширные, требуют много времени, какой-то подготовительной работы, и сейчас покажу как это все начинается. У меня в общем-то такая привычка рисовать на всем, что под руку попадется, но сначала это были листы, вот были три таких варианта того, что уже может стать иллюстрацией на этот конкурс. Вот эта вот иллюстрация которую вы видите правая была придумана под иллюстрацию, которая у меня уже была, иллюстрация которую видите по центру она была еще придумана пару лет назад, а левая была придумана дополнительно, которая кстати похожа на среднюю. Но она была громоздкая, поэтому я от нее отказался впоследствии. Здесь ниже вы видите я пытался исследовать, что же может попасть на иллюстрацию, потому что я не знал, будет дракон или какой-то персонаж, вот как здесь. Поэтому я постепенно-постепенно отрабатывал разные идеи. Что-то проходило, что-то оставалось, что-то уходило. Вот, кстати, этап, который также проходит за время работы. Я ищу разные концепты, иллюстрации. Вот здесь драконы, срисовываю что-то, что мне нравится. Беру тут могут быть всякие элементы, всякие источники. Это и мультфильмы, как, допустим, охотники на драконов, как приручить драконов, всякие иллюстрации из книжек и прочее, и прочее. Я срисовываю из фильма все, что мне нравится. Кстати, вот также рыцарь также из всяких фильмов смотрел, мультфильмов. И я срисовываю, смотрю, что подходит, не подходит. Нам нужен был персонаж, который будет несерьезный, забавный, так как он будет все-таки в центре внимания, так же, как и дракон. Поэтому нужно было сделать что-то такое веселое. И я подбирал такие элементы. Кстати, вот забрала на шлеме. Интересный пример. Я не знал, я думал, оно только на глаза опускается. Но потом я уже узнал подробнее, что оно опускается на все лицо и закрывает, защищает его от ударов. Вот такое получается изучаешь во время работы над иллюстрацией. Вот, кстати, элементы замка Снежной Королевы. Я пытался подобрать всякие интересные формы, вроде снежинки или что-то вроде ледяных клыб, какие-то выступы, чтобы это, с одной стороны, выглядело по-новому, смотрелось как-то интересно и при этом было понятным, что же это такое. Вот еще некоторые элементы, которые я искал, как приодеть нашего героя. Опять же, это были и срисовки из фильмов, как «История рыцаря» и какие-то там мультфильмы, вроде «Джастин рыцарь» и прочее, прочее. Все, что ты знаешь, то, что помнишь, ищешь в интернете, находишь, ага, подходит, не подходит, выбираешь. Вот тут я также срисовывал воздушные шары. Ага, еще элементы вот эти. Это вот эти космические корабли. Джейк Паркер, иллюстратор, также хорошо специализируется на этих кораблях, поэтому я вспомнил об этом, срисовал какие-то элементы, которые можно переосмыслить и как-то нарисовать свои космические корабли. Также рисовал, вот, срисовал всякие самолетики, мельница, мельница, которая на первый взгляд выглядит. Очевидно, ты знаешь, как ее рисовать. Все равно, когда приходит время, надо посмотреть, как это выглядит. И вот мои варианты кораблей, которые я прикидывал, как они могут выглядеть. Кролики. Это были фотографии кроликов и иллюстрации из той же Алисы. Льюиса Кэрролла и просто какие-то свои варианты того, как он может прыгать, виды какие-то разные. То же самое было с самолетами, чуть позже покажу. Вот еще парочка срисовок. Я думал добавить какую-то стилистичность. Мне нравятся такие элементы, которые особенно есть в работах Мартина Эйбола. И вот я срисовал какие-то крылья, какие-то вот какие-то интересные элементы. Эй, кстати, вот пришел к такому варианту, который в итоге похож на здание Снежной Королевы. И вот еще вот этот самый самолетик, который, я думал, как он будет выглядеть. Летит вверх, летит вниз. Видите, да? Рисуем на всяких кусках бумаги. Вот я еще сомневался, какой будет вариант на наброске. Но, как видите, остановился на этом. Следующий этап – это уточнение наброска. Вообще вся работа проходит от идеи до готовой иллюстрации таким образом, что ты уточняешь, уточняешь, что-то оставляешь, что-то убираешь. И вот я делал себе пометки, а что же можно оставить внизу прописанное. Какие элементы книг туда относятся, что к Снежной Королеве что-то будет, что-то от Алисы, как кролик. Думал, может, какой-то шляпник будет и прочее, прочее. Также появляются какие-то визуальные элементы, которые могли бы сделать картинку интереснее. Допустим, вот эти дыры в крыльях дракона. Или какие-то элементы снега вместе с искрами. Или идея того, что дракон превращается в лаву внизу, стекает куда-то под ножью ледяного замка. Вот такие вот идеи есть, которые, в принципе, оставляю в заметках, чтобы потом заглянуть, может, это получится реализовать в одной картинке. И, кстати говоря, об художник-историй, вот можете заметить на иллюстрации, что я пытался как бы с помощью этой иллюстрации рассказать историю, которая передает вся композиция. Это то, что мне нравится добавлять в свои иллюстрации, когда ты смотришь на картинку и видишь, что в ней есть какой-то сюжет, есть какие-то скрытые элементы, которые можно найти. И оно рождает в голове какую-то историю, какое-то, не знаю, вдохновление, которое побуждает тебя создавать что-то свое. И я всегда, когда вижу такие работы, меня прям тянет взять карандаш или ручку и зарисовать что-то такое, или записать какую-то идею, потому что это очень-очень вдохновляет. И я пытаюсь тоже делать какие-то свои такие рисунки. Основной элемент в предыдущем этапе работы также устроился на том, чтобы уточнить композицию, как все смотрится в целом, как влезает дракон, какого размера наш рыцарь, все ли на своих местах. Конечно, кое-что может на данном этапе быть не окончательным. Мы уже в процессе определим, как это лучше будет смотреться. Как я и говорил, что-то останется, что-то уйдет. И опять же, мы экспериментируем с цветами. Я набросал цвета, которые мне понравятся, прикинул. Сразу подошло то, что мне хотелось, то, что я видел в голове. И поэтому как-то пошло-пошло само собой. И дальше я уже начал работу над уточнением отдельных элементов картинки. То есть ты как бы работаешь по частям. И я начал с чего-то такого большого. Это то, что было в центре нашего внимания. Это, конечно же, дракон. Мне сразу захотелось с ним поработать, так слепить его, как-то поработать с этим всем жаром, который исходит снизу. И чтобы это смотрелось эффектно. Даже не знаю, как это передать. Ну и вот, когда я набросал дракона, наступает всегда такой момент, когда ты должен переключиться дальше. Даже если видишь, что что-то не закончено, можно оставить на потом. Я в таких случаях обычно оставляю себе пометки какие-то, если что-то нужно закончить. Или уже запоминаю. Но так как на эту иллюстрацию ушло 65 часов, в целом это неделя, даже может больше. Конечно, если не сидеть ночью напролет. В целом, я даже не помню, может, две недели ушло. И это надо, конечно же, записывать в комментарии. Мне захотелось нарисовать рыцаря. Рыцарь тоже является основным элементом рисунка. И плюс мне нравится рисовать таких забавных персонажей, которые попадают в нелепые ситуации, которые могут создать элемент юмора. И тут как раз очень хорошо пришелся этот рыцарь. Нелепый, а может, с местами неуклюжий. И очень прикольно получилось передать его вот эти блестящие доспехи и его эмоции. Несмотря на то, что он, в принципе, не самый большой в иллюстрации, но нужно было передать именно такую выразительную эмоцию, которая была бы видна даже при удалении значительным. Дальше я начал рисовать то, что мне, в принципе, хотелось рисовать по порядку. Это елочки, вот эту правую часть, лесную местность. Тут, кстати, тоже есть отсылка к книге. Это вот, видите, получилось так удачно сделать, что из страницы выливается вода. Это отсылка к Робинзону Крузо. Такая пещера, пальмы, которые перешли от елок, которые в центре, к пальмам справа. Левая часть — это тоже отсылка. Это, с одной стороны, просто мельница, с другой стороны, кто догадался, мельница — это отсылка к Дону Кихоту и его сражениям с мельницами. С одной стороны, это дополнительный элемент книжный, а с другой стороны, он уравновешивает композицию, как вы можете заметить. С левой добавляет какие-то интересные элементы. Опять же, что-то такое говорящее и что-то интересное. Такая композиция мне показалась интересной, потому что забавно, когда из книги что-то торчит. Это как такая книжка-раскладушка, поэтому мне понравилась эта идея, я начал на ней работать. А такая идея у меня еще, как я говорил, появилась около двух или трех лет назад в одном из первых скетчбуков. Мне что-то посреди ночи, ну не прямо, ночи-ночи перед сном пришла в голову такая идея, и я зарисовал ее и оставил до лучших времен. Не знал, пригодится, не пригодится. Иногда перелистывал свои скетчбуки и видел, о, прикольно, надо бы как-нибудь сделать. И вот выпал такой случай, решил поучаствовать в конкурсе и нарисовать такую вот композицию. Ну вот поэтапно, как я говорил, работаем с частями иллюстрации. Я предпочитаю работать в таком порядке. Сначала рисую или раскрашу то, что мне нравится, то, что мне хочется нарисовать в данный момент. И рисую, раскрашиваю. Вот то же самое пришлось с этими страницами книги. По-моему, получилось прикольно. Несмотря на то, что я вроде как не приближал для глубокой детализации, но все-таки получилось так сразу изобразить. Кстати, хороший совет всем, кто начинает только заниматься иллюстрацией, лучше поначалу рисовать издалека. Если поэтапом идти, сначала вы рисуете издалека, потом уже приближаете к деталям. Потому что поначалу, когда рисуешь, есть привычка приближать и работать с деталями. Но когда заигрываешься, это занимает очень много времени. И бывает разбалансировка. Ты добавляешь детали там, где нужны, потом начинаешь добавлять детали везде. Хотя, в принципе, нужно добавлять преимущественно детали на местах, на которых нужно сфокусироваться взглядом. Если вы только не хотите осложнить композицию, или не стоит прям задача все продеталить, как в каком-то компьютере, но всегда есть какие-то приемы, вроде размытия, расфокусировки, которые вы можете использовать, чтобы простить рисовку или снизить нагрузку на зрителя. Также я нарисовал замок Снежной Королевы. Возникали какие-то сложности с тем, как представить этот замок в виде льда, в виде снега. Но все прошло довольно успешно. И мне понравилось, как это выглядит. И все прошло без заморочек. После того, как я закончил с основными элементами, начал уточнять дополнительные элементы, которые вначале были просто так набросаны. Это, как вы видите, четыре таких элемента по краям. Кролик, самолет, воздушный шар и космические корабли. С ними я работал по отдельности, также подбирал цвета, раскрашивал, смотрел, как бы лучше это изобразить. Так как это маленькие элементы, они могут быть довольно незначительными. Как это изобразить так, чтобы их можно было разглядеть, и при этом они не сильно перебивали. Основные элементы пришлось поэкспериментировать со светом. Какие-то дополнительные освещения, как на кролике снизу. Он прыгает из книги, и, как мы знаем, по лисе он любит прыгать в эту дыру. Кстати, был элемент, как будто бы он из дыры прыгает, но я уже не делал эту дыру черную. И, если заметили, над ним есть куст с такими цветами. Это те самые розы из алисы, которые были белые и покрасили в красные. В общем-то, такие есть разные отсылки здесь. Если что-нибудь найдете, о чем я не упомянул, напишите в комментариях. Может, я что-то неосознанно нарисовал, но вроде обо всем рассказал. Вот этот элемент туристический, так как здесь все-таки все о книгах, я и добавил фантастику, что-то вроде жульверное, вот воздушный шар, космические какие-то фантастические, вот эти корабли. Мне хотелось как раз добавить, поэтому я и пытался изобразить что-то необычное, такую вот какую-то луну, тоже футуристическую, и пришлось поэкспериментировать. С шаром, кстати, этим пришлось повозиться, так как я не сразу понял, как его изобразить таким более правдоподобным, чтобы он не выбивался и не выглядел, как будто бы его вырезали откуда-то и вставили. Долго почему-то мог понять, что же не так, потом понял, что нужно добавить элемент воздушной перспективы, такой голубоватый цвет на шар, в тень, чтобы он выглядел так, как будто бы он находится где-то вдалеке, а не просто сверху его приклеили. Тут уже идет проработка дополнительных всяких-то элементов. Я смотрел на глаз, как бы изобразить таким образом, чтобы сместить внимание зрителя в нужные места, в центр, поэтому я сделал внизу свечение. Сейчас идет этап правок, коррекции, я исправляю, двигаю то, что мне кажется, не совсем ровно. Так обычно бывает, вы можете это сделать, либо если рисуете на отдельных слоях, либо просто, допустим, свести все вместе и подвигать на этапе, когда это не так уж смертельно. Для вашей иллюстрации в ней нет 500 тысяч деталей, вы еще можете подправить все. В принципе, всегда можно подправить, эта иллюстрация, это не смертель. Что-нибудь подвинуть, тем более, когда мы работаем за компьютером, на фотошопе, это всегда можно заретушировать, закрасить и так далее. Вот, как я и говорил, этап деталей я приблизил уже чуть ближе и начал прорисовывать элементы, которые поначалу были более-менее черновыми, неточными, и я их уже тут начал уточнять. Чтобы при приближении можно было заметить, рассмотреть интересные элементы, чтобы не казалось, что это такая иллюстрация далеко интересная, и везде тоже можно было что-нибудь поразглядывать. Я не знал, насколько я буду продеталивать иллюстрацию, потому что все-таки это был конкурс, и время было ограничено, поэтому я старался это делать насколько можно быстро, при том, насколько можно продеталенно, чтобы работа на вид казалась законченной и готовой, чтобы даже если, допустим, на конкурс я такую пошлю, чуть-чуть не законченную, чтобы мне не пришлось ее потом дорабатывать, потому что, знаете, бывает такое, что потом дорабатывать не хочется, поэтому я хотел сразу все завершить за один присест и доделать. В принципе, тут было не так уж много. Пошел раздрайв. Все ускорено во много раз. Представляете, было 65 часов, а стало 20 минут, поэтому здесь немножко скачет. Водопад — это такая своеобразная закладочка, которая выпадает в настоящую закладочку, вы можете видеть, снизу. Тут как бы все взаимосвязано, и в итоге, когда все дорисовано, я дохожу до момента, когда иллюстрацию можно подкорректировать, где-то подправить цвета, которые можно улучшить. В итоге все равно можно что-то улучшить, потому что в процессе работы глаз замыливается, и ты не замечаешь какие-то элементы. И под конец я корректирую все с помощью коррекции цвета дополнительных, экспозиции и прочего-прочего, что помогает мне усилить впечатление от картинки, насытить цвета, сделать их более интересными. Кстати, эта иллюстрация в итоге мы сделали из нее прикольный принт на майку, на чехлы для телефона, кружки. Вы можете зайти по ссылке снизу, если вам понравился принт и заказать его, тем самым вы можете поддержать нас. Также у вас есть возможность поддержать наше творчество и наш монтаж на YouTube, потому что мы стараемся делать качественные, полезные видео, и это все надо монтировать. А, это видео будет монтировать Саша, но также на это надо время, и вы можете также поддержать нас, отправив любую сумму. Перейдите по ссылке под видео и сделайте свой вклад. С вами был Дзиненко Игорь. Спасибо за внимание. Если остались вопросы, оставляйте свои комментарии под видео. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!